К сожалению, все так гладко не получилось Отдали мотор На дефектовку Зазоры по поршневой Достаточно большие получаются Поэтому придется гильзовать Печально Но зато сделаем Все будет хорошо Хотя обидно, конечно Выглядело все сильно лучше Ребята, всем привет В общем, забрали мы блок С головкой дефектовки Сейчас я вам все покажу Каленвальчик у нас отполированный Намытый Все хорошо, все замечательно Здесь дефектовка Ничего не выявила, с каленвалом все хорошо По блоку Блок пришлось гильзовать Потому что зазоры уже были достаточно большие Блок пришлось гильзовать Вот его нам гильзовали Хонинговочку сделали Все хорошо, все замечательно И проблем Здесь вот Трубочка Вот эта вот Она у человека уже Гнилая Но у нас есть Блок Пробитый Вот такая красота И на нем есть такая трубочка Попробуем ее оттуда вытащить И поставить Значит По головке Головка опрессовку не прошла С колодцев порсунок Льет антифриз Ну как я и писал в видео То что В первом-втором цилиндре В поршнях плавал антифриз Головка опрессовка не прошла У нас есть как раз на продажу головка И эту головку мы ему и поставим С человеком договорились Смотрите, вот один поршень мы отмыли уже Сейчас я покажу Как мы их чистим В канавке сами Вот берем старое кольцо Первое компрессионное Вот так вот его аккуратненько затачиваем И поехали Зубную щетку Периодически прочищаем Чтобы посмотреть Чисто это или нет Можно подливать немножко бензина Чтобы она лучше отходила Ну, собственно, и так все четыре поршня Так, ребят Поршня мы все отчистили Все это хорошо Вот видите, они все чистенькие Хорошенькие Аккуратненькие Все канавки Все почищены Что мы увидели? Здесь у нас На поршне След от выпускного клапана О чем это говорит? Что когда-то Когда-то То есть это было давно Происходил удар клапана С чем это связано? Естественно, сейчас мы уже не угадаем Потом, значит При чистке поршней Категорически Категорически Не рекомендую Использовать какие-то Щетки вот эти латунные Единственное, что можно использовать Это щеточки для гравера Дремель, гравер В общем Потому что у них Каждая щетинка Она очень тоненькая И она очищает Они, кстати, очищают Очень хорошо Но Очень быстро изнашиваются Стоят они Хорошие щетки Стоят достаточно дорого Где-то порядка 400-500 рублей И хватает их Ну вот, грубо говоря На комплект поршней Почему, говорю, что не надо Использовать вот эти щетки Вот смотрите Сейчас Взял старые поршни Просто руками тру Не сильно причем Но тру Видите, что получается Очень глубокие бороздки И Тем самым Вы можете просто тупо Испортить поршень И вам придется менять поршень Что Ну, естественно Накладно финансово Потому что один поршень Стоит порядка 2000 рублей Только поршень Так Что еще хотел сказать Сейчас я вам Сейчас перейдем Я покажу вам по поводу Колец новых и старых Насколько они изношены были Старые По сравнению с новыми Вот смотрите Сейчас я установил Первое компрессионное кольцо Приблизительно одинаково И смотрите Вот у нас Щупы Берем На 0.15 0.15 К примеру Щуп Так вот Щуп Видите Свободно ходит Пытаемся его воткнуть сюда Видите Он уже сюда не пролезает Никаким образом Берем На 0.10 Вот видите 0.10 Сюда влезло Но Сам факт того Что Кольца Видите Уже изношены И это новые гильзы Уже расточенные Под Старые поршня Специально То есть И под новые кольца То есть Это говорит о том Что Раньше Это Отверстие Да Оно было больше То есть Зазор здесь В кольце Был еще больше А значит Отсюда у нас И пропускание масла И прогары Точнее Не прогары А Следы Гаре И прочего Всего Вот этого На Поршнях До Маслосъемного Кольца Вот Поэтому Это вот Видите Как бывает То есть Вроде бы Кажется Немножко А по факту На самом деле Для мотора Это уже Очень много